В Наринмаре определили победителей Кубка Ненецкого округа по волейболу среди женщин. В этом году участие в соревнованиях принимали 10 команд. Кубок прошел после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Подробнее о том, кому досталась победа в материале Ольги Русул. Волейбольная баталия в самом разгаре. Финальная борьба между двумя сильнейшими женскими командами «Сияни» и «Норд-2». Напряжение растет с каждой минутой, хотя и разрыв в счете максимальный. Тренер «Норда-2» надеется на чудо. Мы уже многократно играем. Первый раз в финале. Первый раз в финале? А как вы оцениваете игру сегодня? Пока играешь, у тебя впереди. Женская волейбольная команда «Норд-2» – это сборная учащихся старших классов. В прошлой игре девочки вышли в тройку лидеров, а в этом году еще поднажали и вышли в финал. Игра была сложная, мы проиграли, но мне понравилось. Тренер сказал, что вы впервые вышли в финал, да, ваша команда? Да, наша за год, вообще за все время. В этом году мы себя очень хорошо показали, потому что вышли в полуфинал, играли за первое место. Игры Кубка Ненецкого округа среди женских команд проходят по олимпийской системе. Проиграл-выбыл с определением первых трех призовых мест. Команда «Сияние», ее игроки в красной форме практически сразу выбилась в лидеры. Первоначально наша команда называлась команда «Искатели», когда мы все играли и работали в «Искателях». Но затем мы переименовались и стали «Сияние», потому что у девочки из города есть, и из «Искателей», поэтому у нас такая нейтральная. Участники команды два раза в неделю встречаются в спортивном зале поселка «Факел». Тренера как такового нет. Старшие игроки передают свои знания и умения молодежи. Девочки уже наигранные, очень хорошие приемы у них и подачи, то есть они уже чувствуют себя. Поэтому я думаю, что выиграем. Солидарна со старшим товарищем в прогнозах на победу и Елизавета Городилова. Несмотря на молодой возраст, девушка имеет огромный опыт. С юных лет она играет в волейбол. Уверена, что у команды хватит сноровки, чтобы возглавить пьедестал победы. Сначала занималась баскетболом около полугода. Была самая маленькая и мне понравилось. И мой первый тренер Юрий Иванович Втроф, он пришел к нам в столовую в школе в третьем классе. Позвал нас, выбрал девочек. Я была среди них, вот с тех пор и играю. Игры проходят с соблюдением всех противоэпидемических норм, то есть без болельщиков. На балконах лишь редкие зрители. У нас старшая сестра играет. Как она играет? Нормально? Да, хорошо. Давно, с детства. В каком она команде? Сияния. Красная. Сияния. Блин, да. Всем. Играет вообще. Кричите. Да, хлопаем. Вот это все. Кубок Ненецкого округа по волейболу среди женских команд проходит в этом году после некоторого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В прошлом году провести соревнования не удалось. Несмотря на это, количество команд осталось прежним. Есть команды, которые у нас обновились. А вот команда победителей, команда Сияния в этом году процентов, наверное, 90 обновилась. То есть молодые девчонки уже потихонечку вытесняют, так сказать, ветеранов. Поэтому у нас волейбол как бы молодится, скажем так. Открытием сезона стала команда Нор-2. В напряженной борьбе девушки смогли проявить себя и выйти в финал. Однако победить одну из лучших команд Сияния, которая зарекомендовала себя уже в течение не одного сезона, дело непростое. Напряженные игры пошли с полуфинала. Команда Сияния в полуфинале обыграла из вечных конкурентов команду Сигнал. Со счетом 3-2 и пробилась в финал. Где играла с командой Нор-2. И за явным преимуществом победила со счетом 3-0. Таким образом, почетное третье место досталось команде Сигнал. На втором – Нор-2. А на пьедестал победы взошла команда Сияния. Следующее крупное спортивное мероприятие запланировано после Нового года. Чемпионат округа по волейболу. А сейчас во дворце спорта Норд началось первенство среди юношей и девушек по волейболу. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.